Новые возможности для строительства и развития бизнеса. В исторической части Чебоксар прошла церемония пуска газа на газопроводе. Теперь голубым топливом будут обеспечены 97 многоквартирных жилых домов, почти 50 тысяч жителей и 15 социально-бытовых объектов. Новый газопровод проложен под заливом, как говорят специалисты, методом горизонтального бурения. Он начинается от ТЭЦ-1 и заканчивается в исторической части города. Без этого газопровода инженерные сети не смогли бы пропустить необходимый объем топлива. Как комиссионные, согласительные мероприятия. Но факт, что ни один человек при строительстве не притягивается. Наверное, даже многие не почувствовали, что это построили газопровод. Цель – обеспечить бесперебойным сложением газом четвертый микрорайон города. Для этого мы используем современнейшее оборудование итальянское «Роветти» для того, чтобы подсоединить новую сеть, не отключая потребителей. Раньше такие работы мы делать не могли. Не было оборудования. Но с недавнего времени это оборудование силами нашей организации было закуплено. И по всей республике мы такие резкие производим. Чувашия вошла в число регионов, где газификация осуществляется на средства «Газпрома». При участии акционерного общества на территории Чувашии построены многие социально значимые объекты. В частности, по программе «Газпром детям» введено в строй пять многофункциональных спортивных площадок. Инвестировано 250 миллионов рублей в строительство многофункционального ледового дворца «Чебоксар-Арена». В 2015 году будет введен еще один объект – это газопровод высокого давления в Новочебоксарске. А также завершится разработка проектно-сметной документации газопровода в Заволжье. Это создаст дополнительные условия для быстрого экономического развития территории. 1 миллиард 300 миллионов рублей выделено на прокладку газопроводов в разных муниципальных образованиях. Но в данном случае тот проект, который мы долго обсуждали, долго спорили, в конечном счете проект реализовался. И все те вопросы рабочие, которые возникали во время строительства, они на самом деле разрешены. Поэтому я благодарен тем специалистам компании «Мегрегионгаз», в целом руководству «Газпрома» за те принятые волевые решения, ибо они выделили свои 500 миллионов рублей, свои деньги, инвестиции в город Чебоксары Чувашскую республику. Татьяна Молокова, Алена Алтухова, Олег Якимов, Республика.